Производственная активность Китая в июле замедлилась по сравнению с предыдущим месяцем. Таковы данные Государственного статистического управления КНР. Индекс деловой активности составил 50%, на 2% ниже, чем в июне. Вместе с тем, деловая активность в непроизводственной сфере растет. Подробности далее. Лучшие результаты показывает сфера высоких технологий. Сектор растет третий месяц подряд. Индекс деловой активности в июле составил 54,8%. Показатель в непроизводственном секторе вырос до 53,9%. Это на 0,1% больше, чем в июне. Субиндекс деловой активности в секторе услуг в прошлом месяце составил почти 53%. Рост наблюдается уже второй месяц подряд. Это указывает на то, что количество компаний, занятых в секторе, растет. Рост связывает с периодом каникул и отпусков, которые люди, как правило, больше тратят. Туристические и транспортные услуги пользуются большим спросом в это время. Внутреннее потребление играет все большую роль в поддержке всей экономики. А вот в производственном секторе активность наоборот падает. Компании стали производить меньше оборудования из-за снижения объемов экспорта. Аналитики считают, что такие колебания нормальны, и экономика страны остается стабильной. На деловую активность повлияли жара и дожди, а еще некоторые компании сокращают производство для того, чтобы провести ремонтные работы и усовершенствовать технологии. Именно поэтому индекс PMI в секторе стал ниже. Что касается индустрии недвижимости, субиндекс деловой активности в этой сфере растет уже три месяца подряд. Темпы гражданского строительства восстанавливаются. По мнению аналитиков, это закладывает фундамент для стабильного роста объема инвестиций в основной капитал во втором полугодии. Анна Санюкевич, CCTV.